Итак, что проверить перед покупкой квартиры? Чек-лист. С вами сегодня буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Покупка квартиры – одна из самых важных сделок в жизни человека, которая требует тщательной подготовки. Если вы работаете с риэлтором, вы можете поручить все заботы ему. Если вы покупаете квартиру в ипотеку, панк также может подготовиться к сделке и проверить недвижимость. Однако, я советую в любом случае не терять бдительность и проверять документы. Особенно тщательно, если вы хотите провести сделку самостоятельно. Итак, разберемся, на что важно обратить внимание. Первое. Паспорт собственника. Уточните у продавца, сколько всего собственников у недвижимости. Проверьте паспорт каждого из них. На что обратить внимание? Внешний вид, наличие исправления и наличие всех страниц. Если же паспорт просрочен или отсутствует страницы, вы не сможете быстро выйти на сделку. Данные. Они должны быть такими же, как и в документах на квартиру. Если они отличаются. Предыдущие данные вы можете увидеть на странице, ранее выданные паспорта. Проверьте это. Срок действия паспорта. Фото. Убедитесь, что на фото человек, который представился вам собственником квартиры. Второе. Документ основания. Право собственности на квартиру. Это может быть свидетельство о праве на наследство. Договор купли-продажи, долевого участия или переуступки права требования. Договор приватизации. На что обратить внимание? Данные участников сделки. Адрес квартиры. Площадь недвижимости. Существенные условия этого договора. Третье. Выписки из ИГРН. Продавец или вы можете взять ее в МФЦ. Убедитесь, что ей не больше месяца. На что обратить внимание? Количество собственников. Данные собственников, они должны совпадать с теми, что указаны в паспорте. Если в выписке указана другая фамилия, например, женщина вышла замуж, учитывайте, что сначала собственнику необходимо будет обновить данные в Росреестре, что занимает время. Наличие обременений, например, ипотеки. Если обременение есть, Росреестр не зарегистрирует вам такую сделку. Если в числе собственников несовершеннолетние дети. В этом случае может потребоваться разрешение органов опеки на сделку. Четвертое. Согласие супруга на продажу. Если квартира куплена в браке, согласие потребуется. Даже если на момент продажи супруги уже развелись, конечно, Росреестр зарегистрирует сделку. Даже в случае, если продавец не предоставит согласия. Однако, в этом случае в вашей выписке из ЕГРН появится отметка о том, что при продаже согласия супруга не представлена. На что обратить внимание? Дата оформления согласия. Нотариальное заверение. Данные супругов. Пятое. Справка о зарегистрированных лицах. Получить ее можно в паспортном столе, управляющей компанией, МФЦ, а в некоторых регионах на сайте государственных услуг. Договоритесь с продавцом о том, в какой момент будут выписаны все зарегистрированные лица. Перед сделкой попросите справку еще раз. В ней должно быть пусто. На что обратить внимание? Число прописанных. Если несовершеннолетние, в их числе. Шестое. Справка об отсутствии задолженности по коммуналке. Такую справку продавец может получить в МФЦ или управляющей компании. Кроме того, вы просто попросите последние квитанции за квартиру. И хоть долги предыдущего владельца за коммунальные услуги не переходят на нового, уверен, разбирательство вам ни к чему. На что обратить внимание? Дата последнего платежа. Отсутствие долгов. Показания счетчиков. Седьмое. Справка об остатке на пенсионном счете. Если же у продавца есть несовершеннолетние дети, то такая справка об остатке на пенсионном счете, мамы, позволит вам убедиться, что при покупке недвижимости не был использован маткапитал. Если продавец использовал материнский капитал на покупку недвижимости и не выделял долю детям, вы в будущем можете получить большие проблемы. Общее правило. Трибути оригинала документов. Никаких копий, в том числе и заверенных. Задавайте любые волнующие вас вопросы. Если же продавец раздражается, уходит от ответа или торопит, это повод насторожиться. Обращайтесь ко мне, если возникли хоть небольшие сомнения. Если вам не хочется тратить время на проверки, воспользуйтесь услугой «Юридическая проверка». Я проверю угрозы права собственности и юридическую историю жилья. Оценю риски и дам рекомендации, как обезопасить сделку. С вами, как всегда, был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!